Здравствуйте! С вами программа «Национальный рейтинг. Лучшие практики». И сегодня её ведут Анна Акпарова и Дмитрий Волков. И сегодня у нас в гостях Александр Смекалин, первый заместитель председателя правительства Ульяновской области. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Смекалин Александр родился 25 марта 1980 года в городе Сингелей Ульяновской области. В 2002 году с отличием окончил факультет управления Института экономики и бизнеса Ульяновского государственного университета. Прошёл стажировку в качестве специалиста по работе с резервом в ООО «Волга-Днепр-Москва». С 2002 года прошёл трудовой путь от главного специалиста до директора Департамента инвестиций и внешних связей. С мая 2010 года – директор Департамента модернизации и развития региональной экономики правительства Ульяновской области. С ноября 2011 года – министр стратегического развития и инноваций. В июле 2013 года назначен первым заместителем председателя правительства Ульяновской области. Женат, воспитывает дочь. Александр, спасибо вам огромное, что вы пришли. И первый вопрос. Может быть, вы расскажете в целом про свой регион, похвалите его? Безусловно. Спасибо большое за приглашение. Регион Ульяновской области, с одной стороны, это регион, похожий на многие другие. Регион в самом центре России, на берегах Великой реки Волга. Регион небольшой. Не повезло, можно сказать, нам. С одной стороны, может, с другой стороны, и повезло. У нас нет богатых природных скопаемых, у нас нет газа, у нас практически нет нефти. Но основное достоинство нашего региона, которое есть, это, безусловно, люди. И очень серьезный машиностроительный комплекс, научный комплекс, который был создан в свое время, и который сейчас, на наш взгляд, мы очень активно развиваем. Это регион, в котором соединились, с одной стороны, очень серьезные возможности для развития высоких технологий, машиностроения и других высокоточных наук. И, с другой стороны, творческий потенциал людей, который сейчас активно реализуется. И всем, безусловно, известно, что Ульяновская область является родиной очень многих талантливых людей, ведущих политиков, историков и искусствоведов. Это и до сих пор в силе, да? Безусловно. Не только в те времена. А за счет чего, кстати, природа такая или какие-то высшие учебные заведения? Ну, безусловно, то, что само творческое направление людей, наверное, это склад, это атмосфера, которая сейчас воздействует на них. Но и развитие человеческого потенциала, это, безусловно, сейчас задача номер один. Регион богат научными учебными заведениями. Шесть высших учебных заведений на территории государственных высших учебных заведений на территории нашего региона функционируют. В Ульяновской области в сфере высоких технологий. Технический университет, классический университет, педагогический, высшее училище, гражданская авиация, сельскохозяйственная академия. Ну и филиал научно-исследовательского ядерного института, МИФИ. Это тоже, безусловно, очень серьезное учебное заведение, которое является базисом одного из ведущих российских кластеров ядерных технологий. Вот я позволю себе напомнить, что в этом году национальный рейтинг, как один из продуктов агентства стратегических инициатив, которые оно реализует вместе с ведущими деловыми объединениями на своей площадке, распространяется на все регионы. И Ульяновская область тоже будет в этом соревновании выступать. Скажите два вопроса сразу, если позволите. Первое, какие перспективы? И второе, а полезно ли это вам? В чем эта польза может быть? Опыт участия, как вы назвали, в этом соревновании уже есть. Мы были участниками пилотного рейтинга. Я считаю, что мы достаточно неплохо показали себя, да, ну, в общем-то, скорее бизнес оценил нас достаточно неплохо. По интегральному рейтингу мы заняли второе место. Наши друзья и коллеги из Калужской области немного нас опередили. Но суть не в этом. Суть в том, что в рамках этого рейтинга нам была предоставлена возможность объективно взглянуть на ситуацию, которая происходит в регионе. Безусловно, многое сделано. Многое удалось. Есть определенные лучшие практики, которые мы зарекомендовали себе, которые вошли в сборник лучших практик агентств стратегических инициатив. 12 таких практик было зафиксировано. Шесть из них были реализованы на территории нашего региона. Но есть и вторые шесть лучших практик, которые были реализованы на территории других регионов. И этот опыт, эта информация, она для нас является очень и очень ценной. Поэтому мы смогли посмотреть глазами бизнеса на ситуацию в регионе, ситуацию с деловым климатом. Посмотреть, где именно есть резерв для того, чтобы развивать наш инвестиционный потенциал бизнеса. И где резерв? Резерв, безусловно, в согласительных процедурах. С одной стороны, резерв, безусловно, есть и в сфере инфраструктуры. Социальной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры. Поэтому в структуре ежегодного послания губернатора, инвестиционного послания губернатора, вопрос построения системы работы по внедрению лучших практик занимал ключевое место. На сегодняшний день мы сформировали уже оперативный штаб, который занимается изучением. Так называется. Да, так и называется. Туда вошли представители не только региональной муниципальной власти, также, соответственно, эксперты из бизнеса, ну и наши коллеги из федеральных органов исполнительной власти. Для кого не секрет, то, что многое зависит и от их участия в формировании делового климата, и их позиции, и их ориентированности на достижение конечного результата. И это хорошо, что мы находим понимание вместе с ними. И сейчас мы вырабатываем совместно регламенты, совместно решаем вопрос технической, так скажем, поддержки принятых решений и выстраиваемые отношения бизнеса для того, чтобы, с одной стороны, сократить количество контактов бизнеса и чиновников, да, ненужных контактов. В хорошем смысле. Безусловно, конечно. И вторая часть – это то, чтобы бизнес быстро и качественно получал обратную связь. Потому что мы понимаем, что не всегда те запросы, которые бизнес предъявляет власти, они могут получить положительный ответ, но бизнес должен понять, почему и где необходимо доработать. И смириться с этим. Нет? Найти другой выход. Хорошо. То есть, если взглянуть в прошлое, в национальном рейтинге, который прошел в пилоте, да, самое интересное было «Лучшие практики», если я вас правильно понял. Можете привести в качестве примера, может быть, какую-нибудь одну, любую, которую вам больше всего понравилось с точки зрения восприятия, но то, что в других регионах, и одну любую, которую вы хотели бы похвастаться в своем регионе. Для нас была очень интересна практика наших соседей, друзей из Республики Татарстан, когда им удалось выстроить систему электронного документа оборота и систему прохождения параллельных согласительных процедур в рамках получения разрешения на строительство, что позволило значительно сократить сроки выдачи соответствующих документов. И сейчас мы очень активно изучаем этот опыт и стараемся его внедрить. Что касается нашего региона, то, наверное, одно из таких, наверное, интересных практик, которые хотелось бы поделиться, это то, что в рамках работы с нашими естественными новополями в части регламентации по процедур подключения к энергосетям, газовым сетям, нам удалось достигнуть соглашения и выстроить единую четкую систему для всех операторов этого рынка. Мы понимаем, что сетевые операторы, их несколько бывает на территории региона. Даже очень много. Да, бывает даже очень много, но единую систему, единственный комплекс отслеживания прохождения этих процедур и зафиксировать сроки. Было подписано комплексное соглашение о соблюдении этих сроков. Со всеми, да, крупнейшими, которые у нас есть. Понятно, что есть и отдельные, небольшие, которые не вошли в эту выборку. Но на сегодняшний день мы понимаем, что куда бы ни обратился предприниматель, он имеет четкое представление по системе прохождения этой процедуры, четкие регламенты. Но более того, более интересная была работа, это работа с естественными новополями, которые обеспечивают энергоснабжение, газоснабжение в первую очередь предприятий. Поскольку в рамках совместного работы с бизнесом мы выяснили, что процедура вообще прохождения всех вот этих вот этапов от момента подачи заявки до получения итогового документа, она вообще не регламентирована. По электрике до получения мощности. Да, безусловно. А по газу, соответственно, она не регламентирована, поэтому мы не смогли найти единый регламент. Поэтому с нашими партнерами из регион-газа, облгаза, соответственно, и горгаза, мы совместно разработали эту систему, зафиксировали ее. И сейчас у нас на территории региона мы тоже понимаем, каким образом должен действовать предприниматель для того, чтобы в соответствующие сроки получить... И предприниматель это уже понимает, да? То есть это уже работающая история. Да. Не все бывает сразу. Работу по регламентации мы начали достаточно давно, еще с 2011 года. Как вы все прекрасно понимаете, когда договариваются наверху, пока это пройдет по всем инстанциям, пройдет немало времени, и приходится очень серьезно, так скажем, проводить очень серьезную разъяснительную работу. Поэтому это заняло два года. На третий год эта система уже начала работать, и это на самом деле очень отрадно для нас. Уважаемые друзья, вот это замечательная штука. То есть Ульяновская губерния, если позволите так ее назвать, это регион, где можно прийти и подключиться к электричеству и к газу, насколько я понял, по четкой, ясной, абсолютно регламентированной, прозрачной процедуре, к какому бы оператору вы ни обратились. Это очень в небольшом количестве регионов есть. Это из прошлого. А если поговорить про будущее, вот вы говорили про коммуникацию бизнеса и власти, но коммуникация бизнеса и власти, так же, как и работа с согласительными процедурами, для конкретного инвестора, это нечто такое, знаете, из области улучшения, борьбы со всем, так сказать, плохим, за все хорошее. А вот конкретный инвестор, вот он захотел, предположим, он должен прийти в Ульяновскую область, услышав, что там можно подключиться к газу и к электричеству, вот по такой простой схеме. Кому он должен прийти? Куда обратиться? Как эта вот штука работает? Как вы привлекаете инвесторов, может быть? Как инвесторы ищут вас? Но регламентирование процедуры подключения к энергосетям, это не единственное преимущество нашего региона. Основное преимущество, основная сильная сторона нашего региона, насколько я себе это вижу, это, во-первых, открытость власти для бизнеса, открытость для изменений и открытость для принятия всего нового. Именно это из-за фиксированного инвестиционной декларации, которую мы приняли еще в 2009 году. На сегодняшний день мы очень активно работаем по целому ряду направлений в части развития бизнеса и делового климата. Это как и работа с привлечением крупных инвесторов, как российских, так и зарубежных компаний. Здесь есть очень серьезные успехи. Буквально за последние 10 лет, с того момента, как в регионе начала работать команда нашего губернатора Сергея Ивановича Морозова, который в качестве первого основного приоритета обозначил развитие региона, развитие экономического потенциала нашего региона. На территории региона было построено более 60 новых предприятий. То есть это неплохой результат за 10 лет. И еще порядка 30 предприятий сейчас находятся в активной стадии строительства. Причем среди этих предприятий можно назвать такие серьезные компании, как Bridgestone, Schaeffler, DMG Marisayki, NEMOC, Mars, S.A.B. Miller, FM Logistics, многие-многие другие ведущие мировые компании, ведущие мировые бренды. Объем инвестиций в регионе за эти 10 лет вырос более чем в 7 раз. Ежегодно привлекаемые. И это тоже очень серьезный показатель, поскольку сейчас инвестиции, в основной капитал сейчас более 30%. Абсолютная цифра. По итогам этого года мы привлекли более 80 миллиардов рублей. Отлично. Уважаемые друзья, 80 миллиардов рублей. Туда точно надо идти. Сейчас, к сожалению, редактор подсказывает мне, что мы должны уйти на небольшой перерыв. Мы вернемся к вам через пару минут. Уважаемые друзья, с вами программа «Национальный рейтинг. Лучшие практики». И сегодня ее ведут Анна Акпарова и Дмитрий Волков. А у нас в гостях Александр Смекалин, первый заместитель председателя правительства Ульяновской области. Александр, и вот до перерыва вы нам рассказывали, сколько инвестиций вам удается... Про 80 миллиардов. Да, учитывая сегодняшнюю ситуацию, это все замечательно. И как раз хотелось бы узнать, как вы структурируете это отношение с инвесторами? У вас есть какие-то территории, где инвесторы, может быть, какие-то кластеры собираются? Или свободные экономические, особоэкономические зоны? Или каким образом? Или это все разбросано по Ульяновской области? Ну, это первый вопрос как раз. Основная философия нашего региона это минимизировать затраты инвестора на реализацию своего проекта. Минимизировать его временные затраты, минимизировать его финансовые затраты для того, чтобы он в кратчайшие сроки реализовал свой проект. Поскольку чем раньше проект будет реализован, тем быстрее мы сможем получать отдачу. В связи с этим, безусловно, мы понимаем, что для сокращения сроков необходимо ставить соответствующую инфраструктуру, специализированные индустриальные парки. На сегодняшний день более 7 индустриальных парков функционируют от территории нашего региона. Они распространены по всей территории. Каждый имеет специализацию. Один из таких индустриальных парков наша промышленная зона заложена. На сегодняшний день официально имеет статус самого эффективного индустриального парка в Российской Федерации. А как берется? По отдаче эффективности. У инвестора? У инвестора, да. И у государства, безусловно, от него. На 1 рубль государственных средств, вложенных в развитие инфраструктуры данного индустриального парка, на сегодняшний день мы уже привлекли 25 рублей частных инвестиций. И налоговая окупаемость была достигнута уже на второй год, функционировая этого индустриального парка. Таким образом, на сегодняшний день мы уже имеем чистый положительный экономический эффект. Это несмотря на то, что мы предоставляем очень серьезные, я бы сказал, беспрецедентные меры государственной поддержки для инвесторов. Мы предоставим льготу по налогу на имущество и налогу на прибыль, транспортный налог, земельный налог сроком до 15 лет. До 15 лет. До 15 лет, да. То есть в зависимости от проекта, в зависимости от его масштаба. Кроме того, мы активно используем и федеральные инструменты, которые дает нам правительство Российской Федерации для развития территории. У нас в Ульяновской области функционирует единственная в Российской Федерации аэропортовая особая экономическая зона, поскольку авиация является одним из ключевых отраслей для развития нашего региона. Уже сейчас есть первые шесть резидентов. Сейчас завершается строительство инженерной инфраструктуры. И буквально в течение ближайших двух лет мы ожидаем выход на функционирование первых двух предприятий. Именно в области авиации они будут самолеты, да, прямо собирать? Именно в области авиации это центры технического обслуживания воздушных судов, это производство авиакомпонентов, это логистическая составляющая, многие другие направления. Кроме того, из 25 ведущих ключевых инновационных кластеров Российской Федерации два располагаются на территории нашего региона. Это ядерно-инновационный кластер и авиационный кластер. И на сегодняшний день порядка ста компаний включены в эти кластеры в совокупности. И это тоже очень серьезный ресурс, который помогает за счет этого мультипликативного эффекта, за счет синергии, получить дополнительные преимущества для развития территории. Это на самом деле очень серьезный ресурс для развития человеческого потенциала. Поскольку в рамках ядерно-инновационного кластера на сегодняшний день на территории региона строится единственный в Российской Федерации ядерно-медицинский центр высокомедицинской радиологии, который будет обслуживать порядка 40 тысяч пациентов в год, лечить их от онкологических заболеваний, сердечных сосудов. Не только для области, но и для Российской Федерации. Поэтому мы стараемся выстраивать свои отношения с бизнесом так, чтобы при всех максимальных возможностях предоставленных нам законодательством максимально удовлетворить потребности бизнеса и найти те решения, которые были бы для бизнеса максимально удобными. Для этого мы уже на протяжении трех лет реализуем проект нашей предпринимательской инициативы, неделя предпринимательской инициативы, так называемая, каждый квартал. В каждом муниципальном образовании проходят круглые столы общения с бизнесом, где бизнес высказывает все вопросы, которые его волнуют. А вот это вот интересно. Это интересная практика очень. Высказывают муниципальные руководители муниципалитета? Центром развития предпринимательства. У нас есть сеть центров развития предпринимательства, которые находятся в каждом муниципальном образовании, которые аккумулируют эти вопросы, предложения, прорабатывают с точки зрения правового возможности реализации этих пожеланий. Причем в эту работу включены и наши фонды, государственные фонды, небюджетные фонды, и федеральные органы исполнительной власти, и региональные власти, и муниципальные власти. По итогам этих недель вырабатываются конкретные решения, и они вносятся с конкретными сроками, с конкретными предложениями, в том числе в части изменения законодательства. То есть, как это нынче модно говорить, это такие дорожные карты развития муниципалитета. Даже не дорожные карты, а именно конкретные предложения, с конкретными предложениями, с конкретными формулировками в части изменений регионального законодательства, муниципального и даже федерального законодательства. И приятно отметить, что многие инициативы услышаны, понятно, что свои мы реализуем на уровне региональном. Здесь нам проще, поскольку мы понимаем, для чего мы делаем это. Но когда мы выходим на федеральный уровень, и федеральный центр слышит наши инициативы, это тоже очень и очень приятно. Могу привести такой пример, наверное, один из самых наглядных примеров. Это в рамках ежегодного послания президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил о моратории на изменение условий ведения бизнеса сроком на 4 года. Наверное, не скромно, но все-таки я скажу о том, что впервые эта инициатива вышла ровно полтора года назад из Ульяновской области, когда мы ее направили и в Министерство экономического развития, в Агент стратегических инициатив, и в Государственную Думу, и в Совет Федерации. Поэтому многие инициативы реализуются, и это на самом деле очень приятно. Поэтому мы готовы защищать интересы бизнеса не только на уровне региона, но и на уровне, так скажем, Российской Федерации. Замечательно, да. У вас такие замечательные условия для бизнеса, и наверняка нас сейчас слушают бизнесмены, которые уже захотели прийти в качестве инвесторов в Ульяновскую область. Скажите, что конкретно можно сделать? Прийти на эту неделю муниципальную или обратиться куда-то, может быть, даже дарите телефон? На сегодняшний день на территории региона работает единый регламент рассмотрения заявок на реализацию инвестиционного проекта. Точка входа может быть любая, так скажем, удобная для инвестора. Это может быть администрация муниципального образования, это может любое быть министерство, это может быть непосредственно правительство, это может быть и корпорация развития нашего региона, которая выступает основным оператором по управлению индустриальными парками, а также в части оператора, в части сопровождения и привлечения инвестиционных проектов. В рамках этого регламента в любом случае эта информация транслируется в единый центр. Где его посмотреть, регламент? Регламент размещен на сайте регионального правительства, регламент размещен на сайте корпорации развития Ульяновской области. И в любом случае каждый проект берется на учет, каждый проект берется на контроль, он проводится четко по процедуре, согласно которой его сопровождает конкретный специалист, и этот конкретный специалист несет персональную ответственность за соблюдение сроков, так как вы уже говорили, дорожной карты инвестиционного проекта, и за эффективную реализацию этого проекта. Это сотрудник корпорации развития? Это сотрудник корпорации развития и сотрудник профильного министерства, поскольку есть особенности, есть, так скажем, отдельные моменты, которые необходимо решать именно в узкоотраслевом, в старослевой специфике. А есть какой-то порог входа, ну то есть объем инвестиций, с которого уже будет такое индивидуальное сопровождение? На сегодняшний день такого порога входа у нас нет, каждый проект для нас важен, каждый проект для нас интересен. Как я уже сказал, у нас есть Центр развития предпринимательства, которые работают на уровне муниципалитетов, и если проект носит исключительно муниципальный характер, то сопровождение идет на уровне этих муниципальных проектов. Если проект является уже более крупным, более серьезным, более комплексным, то он уже сопровождается сотрудниками корпорации развития. А вот скажите, если говорить о, скажем, ближайших планах, вот может быть один-два приоритета, или одна-две ключевых задачи, над которыми вы сейчас работаете? Мы сейчас поставили перед собой задачу очень активно развивать отрасль тяжелого машиностроения и станкостроения. Уже сейчас три проекта реализуются на территории нашего региона, и вот буквально в ближайшее время мы ожидаем в течение этого года запуска первого за многие годы иностранного производства станков на территории Российской Федерации. Компания ДМГ «Мори» завершает уже строительство его завода, хотя уже сейчас на ренованных площадях они осуществляют сборку, и сейчас современные станки производятся уже на территории Российской Федерации. Это полноценный центр, полноценный трансфер технологий в нашей России. И сейчас у нас есть задача, так скажем, восстановить компетенции нашего завода тяжелых уникальных станков и развивать эту компетенцию в дальнейшем. Кроме того, у нас есть очень серьезный потенциал в сфере развития IT-технологий, и в этой связи сейчас мы ведем очень активный диалог с нашими компаниями, с нашими ведущими IT-компаниями, а их более ста, причем ста компаний, которые выходят не рынок даже российский, а зарубежный рынок, международный рынок. Поэтому сейчас мы совместно с ними вырабатываем план совместного развития для того, чтобы им было удобно развиваться и для того, чтобы их партнерам было удобно расти и достигать этого уровня. Ну что ж, спасибо вам огромное. Наше время подошло к концу. Добро пожаловать в гостеприимную Ульяновскую область, где власть абсолютно открыта к новым инвесторам. С вами была программа «Национальный рейтинг. Лучшие практики». Ее вели Анна Акпарова и Дмитрий Волков. А у нас в гостях был Александр Смекалин, первый заместитель председателя правительства Ульяновской области. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова